Все началось с того, что молодая пара, назовем их Анна и Михаил, решила снять квартиру в центре Таалина. Они нашли привлекательное предложение, просторная двухкомнатная квартира со всеми удобствами. Единственное условие арендодателя – никаких животных. И это стало проблемой для Анны и Михаила, так как у них уже были три питомца, кот по имени Барсик, змея по имени Марта и собака по имени Шарик. После долгих раздумий пара все-таки решила снять эту квартиру и придумала план по скрытию своих животных. Учитывая расположенность хозяина к неожиданным визитам, они разработали четкий порядок действий. Барсик-кот оказался самым простым в плане тайного содержания. Его место обитания было тщательно укрыто в шкафу с двойной задней стенкой. Кот был приучен спокойно проводить там время, пока хозяин осматривал квартиру. Змея оказалась настоящим вызовом. Для нее сделали специальный террариум на колесах, который можно быстро укатить в чулан за двойной дверью. Эта хитрость помогала оставаться незаметными дольше. Собака-шарик – настоящий тест на выдержку. Шарик доставлял больше всего проблем из-за своего размера и громкости. Решением стал походный рюкзак с вентиляцией. К каждому визиту хозяина собаку прятали туда и отводили к друзьям или даже просто прогуливались рядом с домом. Были случаи, когда хозяин квартиры приходил без предупреждения или оставался дольше обычного. Тогда вся семья была на пределе нервов. Однажды хозяин пришел проверить состояние окон после сильного дождя. Анна только успела спрятать кота и змею, но шарика не было времени куда-то увезти. Проблему решили хитро. Михаил предложил ему зайти на кухню выпить чаю под предлогом изучения наличия протечек возле трубы. Пока хозяин осматривал кухню изнутри, где не было окна, Анна быстро отвела шарика к соседке снизу. Как-то раз владелец квартиры заявил о внеплановом ремонте на неделю с ежедневными визитами строителей с 9 утра до 5 вечера. Рассказ владельца квартиры восстановлено по письму. Хозяин квартиры позже поделился своим рассказом. Когда я нанимал рабочих для ремонта ванной комнаты в квартире Анны и Михаила, я не подозревал ни о каком присутствии животных в квартире. Но при очередном визите я наткнулся на странную коробку в коридоре с вентиляцией. Примечательно то, что никого не оказалось дома. Я решил заглянуть внутрь коробки и встретился взглядом с удивленной кошачьей мордой. После этого инциденты наших арендаторов пришлось выселить. Владельцы квартир могут вынести урок из этой истории. Четко прописывайте условия договора аренды. Соблюдайте регулярные проверки жилья. Проявляйте гибкость при общении с арендаторами, может стоит пересмотреть политику относительно домашних животных. История Анны и Михаила стала мемом среди их друзей, а также научила многих внимательнее относиться к вопросам содержания животных в съемных квартирах. Каждая такая история берет за душу своей уникальностью, где замешаны искренние чувства к любимым животным и немного хитрости ради спокойной жизни вместе.